так ну чтож продолжаю записывать это видео но уже у себя дома вебку не включаю потому что а уже вечер в принципе в комнате темно только света телевизора в принципе смотреть там особо нечего так на меня это можно смотрелись первой части видео а сейчас все-таки все внимание уже на работу сейчас давайте проработаем эфес мяча более-менее грамотно и потом займемся лезвием так вообще в идеале это нужно делать все симметрично сейчас как бы для наброска скажем так пойдет пока и и это сделаем такую ребристую поверхность и так половина будет скажем из цельного куска дерева так и можно добавить окантовку из какого-либо металла они уже делать толстый для этого есть вот эта часть а здесь пока проведу вот так вот так как еще не знаю какой формы сделаю городу но скорее всего примерно вот как сейчас сейчас в принципе можно не заморачиваться с частотой линий но мне просто чтобы самому не путаться сделаю вот так и кстати можно даже прямо сейчас уже использовать что-то вроде симметрии а как вообще это делается control shift зажимаем и уже удерживая перетаскиваем нужный нам объект а можно также настроить горячую клавишу на отражение по горизонтально это пользоваться будете часто а я в принципе не так часто пользуюсь вот но все равно так мне кажется промахнулся да отразил по вертикали а нет все правильно а я же вращал холст вот поэтому мне казалось что это было по горизонтали но на самом деле а нужно отразить сейчас по вертикали вот так подгоняем по размеру и вот это в принципе можно теперь просто подвинуть используя лассо больше косики вообще так здесь тоже можно сначала сделать что-то вроде такой вот окантовки из металла в принципе функциональной части она особо не имеет но виду придает поэтому можно использовать и здесь уже можно что-то такое придумать так теперь что делать с этим наконечником а если его хотите сделать круглым то в принципе лучше использовать для этого примитив круг так как идеально ровный круг нарисовать очень сложно вону в принципе она и не нужно вот мы же так если по фану но когда работаешь на время особо не до фана вот поэтому что мы же сделать создаю новый слой а так панелька инструментов сейчас покажу вам инструмент сам а вот вот этот вот параметр точнее пункт меню и здесь нам можно использовать либо лассо только либо удерживаешь и и нажимая горячую клавишу а у меня это м чтобы перелисовать вот но это прокатит только с теми у которых есть вот такие вот треугольнички ну ладно она все прокатит со всеми то что у всех есть треугольнички вот либо просто использовал лассо и клавишу shift чтобы сделать а его пропорциональным вот мы это можем потом превратить в контур и обвести вот такой немного необычный способ скажем так с помощью этого выделения то есть я кстати еще удерживаю alt чтобы отталкиваясь от какой-то точки сделать выделение то есть если я не буду удерживать alt я его буду просто как с поясню а то есть . начала выделения будет где-то вот здесь сверху то есть правом верхнем углу если же я зажму alt то . выделения будет именно из середины эти то есть это наглядно будет видно на первую здесь с сайтом и без альта то есть думаю это понятно а и так делал вот такой кружочек а если удерживать пробел можно это выделение перемещать еще даже не создав его это удобно когда его надо подогнать вот так заливают черным цветом вот но такой пятна черная здесь ни к чему поэтому а вот такие махинации два раза по слою непрозрачной заливки 0 выполнить обводку черным цветом это больше подойдет если вы делаете прям реально чистый лайн-арт а где прям одна линия такая как вектор вот то есть это может подойти для таких случаев еще как вариант можно использовать уже готовые фигуры вот они все на выбор нашем случае это эллипс также все те же самые штуки приколюхи горячие клавиши что из а выделением то есть тоже shift alt и так далее а так новый слой вот так вот то есть опять же получаем просто черное вот такое вот пятно вот но здесь у нас есть выбор либо фигура то есть она создаст векторную фигуру ну что-то вроде smart объекта но здесь реально как вектор то есть если будете заменять размер он как бы портится от этого не будет так долго грузится вот но в нашем случае все-таки больше подойдет контур мы делаем контур и нажимая правой кнопкой мыши появляется вот такой вот менюшка вот такая меню и нажимаем выполнить обводку контура можно использовать карандаш либо кисть имитировать нажим не обязательно тогда линия будет однородная по толщине если же имитировать нажим то линия может некоторых местах вот как бы сужаться иногда нужны иногда нет то есть по ситуации смотрите вот то есть также да что ж такое планшет уже не хочет рисовать выполнить обводку контура кисть а дам чтобы сделать линию толще или наоборот тоньше нужно изменить диаметр самой кисти так теперь можно выбрать перо также нажать правой кнопкой мыши выполнить обводку и получаем линию намного жирнее вот но я думаю с этим все понятно можно конечно еще жирнее ну да ладно а не обязательно кстати если будете что-то рисовать на этом слое которым у нас есть а есть стиль слоя чтобы мы не рисовали нас все будет рисоваться с такой вот обводкой а ну как бы тоже смотрите сами если хотите сделать какой-то интересный необычный стиль можете поэкспериментировать с этим вот но я просто создам новый слой либо просто солью его с нижним когда стиль слоя пропадет и рисуем как хотим так теперь самое стандартное что с ним можно сделать это добавить внутрь а еще такую же еще такой же круг для рельефа он либо вставить сюда какой-нибудь драгоценный камень это классик как бы так дублируем с помощью control g control t свободная трансформация это к слову вот этот параметр то есть мы можем делать практически нет не практически все а то есть некоторые эти моменты с помощью одной только вот этой рамки то есть удерживаем на углу например мы его растягиваем где-то за углом держим мы можем его поворачивать и все в таком духе можем просто перемещать если посередине нажмем нам нужно его уменьшить и также чтобы равномерно чтобы равномерно его уменьшать удерживаем shift но как видим он у нас уменьшается сюда не в нужную нам сторону а поэтому также удерживаем alt вместе с шифтом и у нас центр спрайта центра изображения собственно в центре вот так так окей а что касается рукоятки здесь если уж кажется совсем скучной можно добавить какие-либо элементы которые не будут позволять руке соскальзывать с нее то есть в бою да и вообще в жаркую погоду руки потеют вот и хват меча да и вообще любого объекта он сильно ухудшается за счет того что предмет просто может выскользнуть из рук потому что они мокрые нету силы трения вот как бы спасибо кэп конечно но многие почему-то этого не учитывают иногда вот поэтому можно для скажем так реализма добавить какие-нибудь элементы на рукоятку которые не будут позволять потным ладошкам нашего бравого воина выкидывать своих меч из руки пока что не знаю что делаю просто экспериментирую можно просто добавить такую резьбу что ли вот еще конечно можно просто обмотать меч чем-нибудь например той же самой кожей мне пока что больше всего симпатизирует а цельная такая рукоятка возможно какие-то вот такие выемки добавить вот в принципе больше даже ничего добавлять на рукоятку не надо а по двум причинам первое она делается для игры ну собственно весь меч делается для игры и сам концепт и большую часть времени он будет находиться в руке персонажа поэтому особо прорабатывать рукоятку и делать ее какой-то ключевой нет особого смысла но опять же не стоит думать подобным образом если это какой-то особенный меч или меч какого-то особенного персонажа что автоматически делает его особенно вот и и все равно нужно будет проработать так так что меч может быть просто в ножнах поэтому там будет видно только рукоятка ну и собственно горда то есть весит и без меча вот он может просто где-то лежать то есть вариантов много и нужно просто это все учитывать а с этим мечом ничего такого подобного необычного не будет поэтому поэтому ничего такого необычного с ним и не придумываю самый обыкновенный меч на свете пока что вот все отлично больше нагружать ее реально не надо вот отлично а можно кстати для себя подписывать да даже иногда нужно какие детали из чего будут чтобы уже примерно в голове представлять как он будет выглядеть то есть это у меня по-любому будет темное дерево так здесь не знаю сделать ли его золотым или просто какой-нибудь металл в общем пока просто напишу металл процессе уже будет видно так наконечник надо еще как-то проработать это он слишком скучно смотрится добавлю еще рельефа подобные вещи кстати удобно прорисовывать в автодеск скетчбук я в принципе тоже предпочитаю делать это там а я кстати все так же не видно клавиатуру из-за моей суперской стойки для микрофона и почему-то не работает горячая клавиша понятно все окей вот наконец-то вот наконец-то еще такие круглой области удобно придумывать в 3d максе прям сразу там но в принципе на этом фантазия может и закончится так иногда прорисовываю такие как бы тени чтобы самому там не забыть не запутаться что я хотел сделать а здесь такую канавку немного не посередине ее сделал какая разница главное что все понятно конечно если вы делаете концепт для кого-то по которым потом будут лепить модели а то конечно все таки нужно уважать людей в этом плане и постараться самому тоже а то бывает делаешь почему-то концепту и просто в душе так сильно материшь этого человека что даже не знаю что пример привести вот на сейчас я в принципе делаю концепт для себя моделить его тоже придется мне так что если что я в принципе пойму что к чему так сюда можно будет ставить какой-нибудь интересный иероглиф я к сожалению не умею их рисовать но в принципе google умеет а там уж все получится в общем пусть пока будет так а еще можно добавить какие-нибудь кисточки или ленточки которые прямо из набалдашника выходит точнее наконечника так чтоб поровнее было у меня такой оригинальный способ проверить симметрию и насколько посередине находится объект вот так а здесь естественно будет какая-нибудь веревочка на которой держится кисточка такая суперсистема на узелок мы все-таки надо взять размер побольше потому что вот эти вот пиксели они честно говоря раздражают вроде и размер уже больше особо не сделаешь ну да ладно так здесь у меня надписи так здесь у меня надписи вот сильно длинную тоже делать не надо так как непрактично а то что непрактично обычно и смотрится не очень так я когда все а в в в в ладно что-то кисточка мне здесь нравится не очень если проработать продумать она будет смотреться гораздо интереснее но мне кажется это не тот вариант можно еще попробовать ленту и если с ней не получится в принципе не пофигу нет все-таки это не то что я хотел бы получить в итоге поэтому от этой задумки пока откажемся так ладно переходим к другой части наверное надо немножко ускориться а то я слишком медленно все объясняю вот слой скетчем по-прежнему самый нижний так и и fest я пожалуй буду делать асимметричным то есть сначала просто нарисую одну половинку пока что еще не знаю что здесь будет как вариант можно делать его как бы до симметричным и добавлять какой-нибудь элемент посередине то есть зачастую это смотрится вообще отлично вот так же сюда можно добавлять какие-нибудь скажем так отливы и гравировки так как бы это назвать не знаю в общем вместо узоров что-то вроде черепа или там головы какого-то зверя а и все в таком духе но опять же зависит от тематики вашего меча его владельца и принадлежности вот я в принципе так и сделаю но пока что а прорисую вот эту часть так кто у нас там попозже приятель так не буду пока отвлекаться кстати можно делать офис даже и не симметричным а почему там и сейчас пришла такая мысль сделать его как раз именно таким сейчас еще кое-что дорисую вот так вот так и рисовать довольно таки трудно перо планшет планшета буквально из рук просто выскальзывает при каждом штрихе так что это реальное испытание вообще довольно любопытно может получиться если что-то вот такой вот продумать до конца но если поставить также на недодуманном этапе может получиться просто непонятное что-то непонятное так так вообще кстати проработка эфеса довольно интересное занятие когда нужно придать мячу индивидуальности то есть показать характер его владельца это вот и вообще собственно сам характер меча если можно так сказать а это как раз самое то так опять начинаются глюки с планшетом такое иногда случается о отлагала так ну чтож вот здесь как раз можно добавить какой-нибудь драгоценный камень или чью-нибудь голову но мне кажется что лучше все-таки камень так если нужно стереть линию но мешает предыдущий слой а сливать вы его не хотите вот то есть и стереть соответственно не получится то есть вот я сейчас беру ластик он как бы не стирает в этом принципе логично вот он можно просто взять а кисть цвет пипетка выбрать а цвет холста и просто закрасить вот ну как бы такой приемчик элементарный но иногда очень сильно спасает я вот раньше его не знала как бы очень долго парился потом вот уже что-то интересное получается я его оставлю как вариант но сейчас все-таки сделаю просто симметрично чтобы ну реально не затягивать а а сама видео она и так уже идет не так мало времени вот так вот на самом деле процесс пока еще не ускорим так все забываю что я повернул холст за это иногда путаю оси вот так но все-таки симметрично он сейчас смотрится как-то пободрее вот здесь получается так что вот эта вот часть она как бы пересекает вот в эту часть школьники на мопедах а не знаю просто слышно ли на видео шум двигателей но в комнате реально шумно так вот то есть по сути это будет просто а вот он допустим вот эта вот часть вот она и и вот и фс там уже пошла лезвие дальше вот и вот этот вот камень а точнее место под него сокет она как бы вот начинается в этой части и заканчивается вот в этой и тем самым как бы соединяется две части вот опять же если рисуете концепт для кого-то особенно если кто-то будет делать модель а то обязательно такие мелочи прорисовывайте или хотя бы объясняете как-то так в принципе большая часть работы над а ленингами закончена можно уже скоро приступать к покраске так а здесь я пожалуй сделаю вот такой вот треугольник острый вот и как раз как бы отсюда линия будет определять а середину лезвия так нижний слой пока отключаясь со скетчем у нас получается вот такой вот эфес здесь можно прорисовать еще саму а огранку драгоценного камня вот на как бы сейчас наизусть не помню как это вообще делается вот это лучше смотреть по референсам но как бы самое простое вот такое вот изображу здесь одну также здесь можно просто изобразить какой-то рисунок какой-то иероглиф вот отлично новый слой пока ее спрячу так и сейчас определим длину мяча вот тоже вот такая вот хотя наверно слишком короткий вот этого будет в принципе достаточно если что удлиню так теперь ширина клинка в принципе тоже а лучше не делать слишком большой если это не финал фэнтези конечно так в принципе если тонкое лезвие то меч больше для протыкания протыкания то есть для колючих ударов вспомните хотя бы не знаю каратов карибского моря рапиры и мушкетеры а там всякие вот эти вот штуки для дуэлей а если же меч наоборот имеет более широкое лезвие например вот такое вот такое вот брутальное то он все-таки больше приспособен для рубящих ударов вот и обычно такую характеристику имеют короткие мечи вот можно даже сделать в принципе что-то среднее а то есть не делать его слишком широким и делать слишком узким вот думаю такой ширины вполне достаточно хотя при такой ширине его можно сделать даже и подлиннее так теперь надо определиться с видом наконечника опять же зависит от самого значения оружия хотя это скорее за . то есть просто вот такая вот прямая например скошенная вот то есть вот этого часть у нас тоже как бы она скошенная или например вариант с палашом в принципе как у катаны но у нее лезвие все-таки более как вот изогнутая изогнутая а вот за . может быть вот такой вот или более современный вариант который часто используется на ножах вот такой вот скошенный в принципе на саболях кажется еще таких вот арабских тоже была такая за . подобное но у них насколько я помню и само оружие тоже было изогнутая и вообще вот такой скос мог начинаться где-то от середины оружия вот то есть в итоге это выглядело примерно вот так то есть как бы это уже не совсем меч это уже по большему счету сабля вот это уже кстати хороший вариант для фэнтези оружия так как он имеет какую-то визуальную такую составляющую то есть не просто прямая планка с углом вот но все таки более такой средневековый вариант это вот такая вот острая за . она также может быть под разными углами но в принципе в основном это вот такой вот угол так тоже желательно все таки сделать симметрично на самом деле в принципе заточек этих много разных но такие самые основные показал вот опять же как вариант вот этой заточки можно сделать ее не вот такой вот прямой то есть не просто такой острый угол а наоборот такой вот закругленный вот я в принципе на этом образце так наверное сделаю то есть и Так будет легче. Вот, ну и теперь можно просто отразить. Так. Ну вот, отлично. Так, в принципе уже на этом этапе желательно определиться с окончательным видом меча, ну и собственно его заточкой и всеми остальными параметрами тоже. Вот, если захотите его изменить. Так, сейчас солью в один слой. Это у нас Ctrl-E. Вот так. И в принципе в чем суть. Выделяю просто нужный мне кусок. В принципе любой кусок. И просто его перетаскиваю туда куда мне надо. Остальной кусок можно либо растянуть. И это будет практически незаметно. Либо продублировать. Но это уже будет незаметно. Можно конечно просто взять и подрисовать. Никто не запрещает. Так, заметьте, что здесь нету дола. Он здесь в принципе не обязательно, так как сама форма меча просто идет вот такая вот горочка. Вот, но опять же можно ее сделать. Может так будет лучше смотреться. А где-то вот отсюда. А чтобы такие прямые линии делать, можно просто удерживать shift. Вот тогда, в принципе, куда бы вот там ни рисовали, она будет привязана к одной оси. В принципе, не буду его делать таким длинным. Примерно вот отсюда будет вполне достаточно. Так, ну и тоже просто продублирую и отражу по горизонтали. Опять перепутал, но ничего страшного. Вот так. Все равно не далеко. Вот, теперь вроде бы ровно. Так, чтобы вот такие вот линии не прорисовывать, можно добавить что-то вроде деталек. Например, сколы. Вот такие вот сколы. Но опять же, здесь получить скол не так просто. Ну, возможно, это был блок, когда другое лезвие меча попало сюда в гарду. В гарду. И здесь как-то отрикошетило. В общем, разное может быть. Можно над самой формой меча здесь также поэкспериментировать. Здесь как бы фантазию, в принципе, никто вам не ограничивает. Вот, ну это как вариант. У меня в принципе пока такая форма полностью устраивает. Так, ну и конец прорисовать саму режущую кромку. Которая будет начинаться не откуда-то от Эфеса. Что, кстати, тоже вполне реально. Так как сам клинок может уходить по Эфесу где-то вот аж вообще вот сюда. Вот. Но режущую кромку можно начать даже и вот отсюда. Либо вообще откуда-нибудь вот отсюда. Вот. В принципе, давайте, кстати, попробуем как раз этот вариант. Здесь так это закруглим. Так как здесь наконечник тоже острый и заточенный. Продолжение следует... Так, здесь тоже можно что-нибудь такое придумать. Чтобы не просто было пустое место. Продолжение следует... Так, ну и вроде с этой частью мы уже закончили. Можно слегка прорисовать текстурку дерева. Кстати, по материалу можно сделать прям отдельный видео урок. Либо разделить его на несколько, чтобы на каждый материал как бы свое видео было минут 15-20. Вот, ну опять же, я думаю, таких видео уже очень много и я вряд ли что-то новое смогу рассказать. Вот, ну а там, если надо, то без проблем. Вообще, кстати, дерево это самая такая простая текстура, которую можно рисовать руками. То есть не прибегать никаким текстурам из интернета, а все самому нарисовать. То есть, как видите, рукоятку уже совсем другой вид приобретает. Так, и пока что мне не нравится только вот эта вот часть. Пока не знаю, что сюда такого интересного добавить. В принципе, пусть будет просто пустое место. А возможно, уже в процессе моделирования что-то интересное придумаю. Конечно, не самый лучший подход, но когда реально нету фантазии, когда она кончается, это единственный выход. Так, а что-то как-то неровненько. Ну ладно. Да, как-то совсем неровненько, но главное, что все понятно. Что ж, на этом, в принципе, лайн можно закончить и приступить уже к реальной покраске. Можно еще только добавить сюда всякие сколы, царапины и так далее. Но я, пожалуй, сделаю более-менее новый меч, практически не бывавший в боях. Поэтому на этом все. И до следующего видео, в котором я уже буду вот это вот чудо красить. Рассказывать, как подбирают цвет, как вообще все это делаю. Вот, ну я думаю, будет тоже интересно. Так что прощаемся ненадолго, я думаю, как раз завтра запишу. Так что до завтра.